в завершении прошлого видео я сохранил некоторые выгруженные характеристики конкурса одного конкурса пока что excel файл данные о конкурсах теперь я продолжу гружать характеристики этого конкурса сайта fl.ru для чего в новом скрипте втором скрипте мне потребуется открыть файл данные о конкурсах и достать из этого файла таблицу с уже выгруженными в первом скрипте характеристиками чтобы дополнять эти характеристики то есть создавать все новые и новые столбцы в этом скрипте я собрал варенчан и активирование двух пакетов которые потребуются чем видите можно активировать их через запятую не обязательно писать отдельный импорт пандос отдельный импорт реквест а также активирую класс beautiful суп из пакета без 4 и здесь же в этом чанке открою таблицу из файла данные о конкурсе конкурс название заказчик дата регистрации конкурса и бюджет в прошлом скрипте я вручную вписывал скопированный из адресной строки url адрес конкурса в этом скрипте я достану url адрес из уже имеющейся таблицы при помощи атрибута индекс атрибут индекс достает первый столбец таблицы который как раз является индексом таблицы то есть наименованиями или номерами строк таблицы это синоним результат работы атрибута индекс это объект пакета pandas который называется object видите здесь есть слово индекс круглые скобки потом квадратные скобки потом кавычки внутри которых текст закрываются кавычки закрывается квадратная скобка указан тип закрываются круглые скобки вот мне нужно достать из всей этой конструкции именно url адрес до чего я просто индексирую индекс как бы странно это не звучало это по сути аналог списка в котором всего лишь один элемент текстовый вот мне надо достать этот один текстовый элемент для чего я индексирую достал теперь вы понимаете что такое индекс дата фрейма а я могу вернуться на два шага назад чтобы объяснить детали этой команды redxl эта функция или что синоним метод пакета pandas главный аргумент первый аргумент это название файла который должен быть открыт а второй аргумент отца на посредством этого аргумента я объясняю python что именно столбец номер 0 экселевского файла и должен стать индексом дата фрейма смотрите в экселе столбец эй он является столбцом номер 0 именно он станет индексом дата фрейма еще один нюанс файл данные о конкурсах находится в той же папке где и скрипт 2 снова реквес и ps4 если вы этот файл находился в другой папке то такая подача имени файла привела бы к ошибке файл не был бы найден потому что скрипт искал бы файл той же самой папке где сам скрипт и находится чтобы эту ошибку избежать следует добавить сюда путь к файлу причем в windows потребовалось бы еще некоторые преобразования с этим путем к файлу произвести а именно заменить одинарные бэкслэши на двойные но пока что давайте без пути пока что и скрипт и экселевский файл в одной папке теперь запишу этот юрел адрес в новый объект с произвольным названием url project и если вы помните из прошлого видео если вы вообще смотрели а если смотрели то посмотрите сайт fl.ru не так прост каким он хочет казаться он распознает автоматизированные запросы поэтому приходится маскироваться при помощи вот такого словаря а как его получить смотрите предыдущем видео этот словарь записываю в объект request params название произволь после чего подаю качестве аргумента метода get аргумент adders и его значение как раз request params а первый главный аргумент метода get это url project то есть вот этот объект сюда идет запускаю никакой выдачи здесь не отобразилась потому что я не запросил но могу запросить добавим чанг пожалуйста респонс 200 все хорошо данные сайта переданы на мой компьютер теперь можно их распарсить то есть доставать из них интересующие меня характеристики конкурса давайте посмотрим еще раз на характеристики конкурса я возьму отсюда url адрес и вставлю его адресную строку в браузере видите пока я готовил скрипт для второго видео и целом концепцию второго видео конкурс уже завершился завершился но это помешает поработать с ним свои планы на погружаемые данные я озвучил в первом видео но коротенько суть в том что хочу смоделировать целевую переменную число участников конкурса и помощи различных характеристик конкурса на этой странице какие характеристики видны заказчик конкурса когда конкурс размещен и так далее вот все что на этом экране видно хочу выгрузить и оформить целую таблицу сейчас буду выгружать описание конкурса но прежде чем перейти к практическим действиям несколько общих соображений во первых в этом видео не покажу никаких почти никаких новых программистских тем это видео преимущественно посвящено закреплению тем из прошлого видео меньше программистских тем зато больше рефлексии по поводу происходящего распарсивание выгруженных данных производится используя всего лишь пять команд причем первая из которых это просто импортирование класса beautiful soup по сути четыре команды обеспечивают распарсивание выгруженных данных то есть извлечение из всего нерасчлененного не структурированного не вполне структурированного текста только интересующих характеристик всего четыре команды find all find можно даже обойтись только find all можно обойтись без find в этом скрипте будет get прошлом был только get текст для лучшего понимания этих идти команд предлагаю вам схемы схема последовательности действий трех действий с привязкой каждой из команд в первой команде весь выгруженный с интересующего сайта текст преобразуется из класса просто текст в класс объект пакета bs4 посредством команды beautiful soup делал это в первом скрипте в первом предыдущем видео это нужно чтобы при дальнейшем парсинге опираться на иерархически организованные теги html кода потому что просто выгруженный текст это набор символов никак не структурирован по крайней мере так его воспринимает пальцы после применения команды beautiful soup этот не структурированный набор символов отчасти структурируется поскольку в этом тексте распознается html код html код структурирован посредством тегов в этом html коде на втором шаге следует найти как можно более компактную область ограниченную тегом который исходно следует посмотреть в веб-инспекторе как правило тег идет не сам по себе а с атрибутом например tag div и атрибут класс и в этой компактной области чем она примечательна должна находиться искомая характеристика например описание конкурс и ищется эта компактная область командой find all или же команды find find all более общая команда на все релевантные области находят релевантный тегу его атрибуту а find только первую и встречающихся смысл поиска этой компактной области в том что ожидается что это компактная область повторяется по штамм и коде всех аналогичных страниц например всех страниц конкурсов и на всех аналогичных страницах в этой области находиться исходная характеристика то есть в дальнейшем написанный скрипт будет применяться ко всем аналогичным страницам на них на всех будет находиться та самая область согласно тегу и его атрибуту в этой области будет находиться именно описание конкурса а не имя заказчика конкурса не дата размещения конкурса и не что другое а только описание конкурса, иначе вся таблица, которую в итоге и надо получить, поплывет. И в этом смысле тег и атрибут его должны быть специфичны в рамках HTML-кода одной страницы. То есть на странице может быть много тегов div, то есть tag div сам по себе не специфичен в рамках страницы, но с каким-то атрибутом tag div только один раз встречается на странице, и именно в нем, в той области, которую этот тег ограничивает, и находится описание конкурса, специфичный в рамках страницы, но универсальный в рамках HTML-кода аналогичных страниц. В чем смысл? Как раз в том, что на всех страницах этот тег с таким атрибутом должен встречаться, на всех страницах аналогичных, то есть, допустим, всех страницах конкурса должен встречаться, и внутри области, ограниченной этим тегом, обязательно должно находиться описание конкурса, а не что-то другое. Вот такая комбинация специфичностей в рамках страницы и универсальности в рамках всех аналогичных страниц. После того, как такая область посредством такого-то тега и атрибута найдена, надо из этой области извлечь искомую характеристику, например, описание конкурса, при помощи метода get или метода getText. В чем разница? Get достает текст изнутри тега, то есть, изнутри угловых скобок. Вот здесь, внутри этих угловых скобок, находится некий текст, например, ссылка на URL-адрес. Она обычно находится внутри угловых скобок. Значит, используется метод get. Покажу это в сегодняшнем видео. Если же некий текст находится между открывающим и закрывающим тегом, по сути, это один тег, div, например, но здесь он без слэша, а здесь со слэшем. Так вот, и текст, если находится вот здесь, не внутри угловых скобок, а между открывающим и закрывающим тегами, тогда этот текст достается методом getText. Мне кажется, схема простая и понятная. Дальше в этом видео я всего лишь буду иллюстрировать работу этой схемы и показывать и нюансы ее работы. Прежде чем запускать скрипт, посмотрите на теги и атрибут. Когда достаю характеристику описания конкурса, использую тег div, атрибут класс и вот такое содержимое атрибута. Когда достаю раздел, снова использую тег div, снова атрибут класс, но вот такое содержимое атрибута. Для характеристики участники опять div, опять класс и вот такое содержимое атрибута. Обратите внимание, что содержимое атрибута для участников имеет более содержательное название, чем содержимое атрибут для раздела и для описания конкурса. Для раздела и для описания конкурса содержимое атрибута более техническое, проистекающее из стиля оформления соответствующего текста. Техническое содержимое атрибута гораздо хуже, чем содержательное содержимое атрибута. Почему? Потому что, переходя от одной страницы конкурса к другой странице конкурса, особенно от старых страниц к новым страницам, с гораздо большей уверенностью можно надеяться, что содержимое атрибута содержательное сохранится неизменным. А вот техническое содержание атрибута может с большей вероятностью меняться при переходе от одних страниц конкурсов к другим страницам конкурсов. Скажем, если разработчики по какой-то причине решат поменять размер шрифта с 11 на 12, они заменят здесь содержимое атрибута, название раздела будет отражено шрифтом 12-го размера, а мой скрипт перестанет находить в HTML-коде страницы конкурса, к какому разделу этот конкурс относится. Потому что мой скрипт перестанет находить тег-див с атрибутом класс и с содержимым blayout.txt, blayout.txt, font-size 11, потому что font-size станет 12. Давайте посмотрим и на остальные характеристики. Их немного. Дата завершения приема заявок. Посмотрите, содержимое атрибута очень четко привязано к содержанию того, что в этом атрибуте находится. Число комментариев. Характеристика комментариев включает в себя и число комментариев, которые находятся в теге strong. С одной стороны, этот тег уникальный, для других тегов strong на странице нет. Давайте проверим. С другой стороны, конечно, тег strong по своему названию вряд ли как-то содержательно привязан к характеристике число комментариев. В этом смысле он не идеален. А содержание комментариев находится в теге ul. Это тег, отвечающий за организацию данных списком. Атрибут класс. Содержимое command list. Хорошее содержимое. Привязано к содержанию. Наконец, одна, пожалуй, из важнейших характеристик, которые следует распарсить из HTML-кода страницы конкурса. Это URL-адрес страницы заказчика конкурса. Для того, чтобы в дальнейшем перейти на страницу заказчика конкурса и со страницы заказчика собрать репутационные характеристики заказчика. Здесь снова div, снова класс. И довольно содержательное содержимое атрибута класс. Наверное, возникает вопрос. А что делать, если содержимое атрибута не содержательное, а техническое? По возможности надо найти атрибут с содержательным содержимым. Но это не всегда возможно. Если это оказывается невозможным, то два варианта действия. Первый, пассивный. Надо быть готовым к тому, что в какой-то момент в таблице с результатами выгрузки данных в каких-то ячейках будет пустота. А, скорее всего, как раз из-за того, что скрипт не нашел тег с соответствующим атрибутом. То есть, условно надо быть начеку. И второй вариант действий использовать вместо пакета BS4, пакет regular expressions. Я его уже упоминал в прошлом видео, а в следующем видео подробнейше рассмотрю основы работы с ним. А теперь запущу все чанки, чтобы таки сформировать новые столбцы в таблице с результатами выгрузки характеристик конкурсов с сайта FL.RUM. Во-первых, согласно той схеме, которую показал, ограничиваю область. Видите, компактная область. Напомню, что исходный текст, он огромен. Он огромнейший. А найденная область компактна. Использую здесь метод findAll, который предполагает выдачу списка. Сколько квадратные скобки, хотя и один элемент всего лишь, чтобы достать из списка этот элемент, я индексирую. Это текст. Причем текст, который мне нужен из этого текста, он находится между открывающим тегом div. Вот его область. И закрывающим тегом div. Поэтому здесь я использую метод getText. Вы видите вспомогательные символы по краям, поэтому избавляюсь от них. Не потому что вы их видите, а потому что они есть. Проделываю то же самое, но только записываю результат в новый объект description. Имя произвольное. Заменяю методом replace неразрывный пробел на ничто. Это разовая замена. А дальше циклом while заменяю двойной пробел. Здесь два пробела. И здесь два пробела. Здесь условия, а здесь сама замена. Двойной пробел на одинарный пробел. Все. Теперь здесь нет технических символов и нет двойных пробелов. И записываю содержимое объекта description в новый столбец бетафрейма. Ту же самую строку, с которой я работал в прошлом скрипте. В которой уже записал различные характеристики. Сейчас мы их увидим. Вот эти характеристики уже были записаны. А вот эту я дозаписал. При помощи атрибута log. Напоминаю, что в этом атрибуте сначала идет наименование строки. И потом идет наименование столбца. Порядок путать не следует. Абсолютно аналогичным образом и даже проще нахожу компактную область, в которой указан раздел конкурса. Конечно, нахожу я это все в веб-инспекторе способом, который я уже показывал ручками и глазками. Давайте на всякий случай вместе найдем. Запускаю веб-инспектор правой кнопкой мыши. Здесь указаны разделы. Кликаю на них, снова правой кнопкой мыши inspect. Вот тот самый div, тот самый класс и то самое содержимое. Все очень просто. Слева подсвечивается, справа подсвечивается. Понятно, что к чему относится. Вот смотрите, здесь содержательное содержимое атрибута класс. Но, к сожалению, этот класс с этим содержимым включает в себя слишком большую область. Это как раз уже распарсенное описание конкурса, ну а это раздел. Та же самая логика find all требует после себя индексирования метода getText и записываю в новый столбец раздел. И участники предполагают аналогичные команды. Правда, здесь после того, как найдена компактная область, поскольку внутри этой области много всякой информации, уже эту область дополнительно распарсиваю. Внутри этой области я нахожу TextPan с атрибутом ID и содержимым StartFreelancers. Такая выдача. Достаю методом getText. Причем, видите, казалось бы это число, но достаю я методом getText, потому что для Python это пока что просто текст. И теперь записываю в новый столбец участники, причем использую команду int, которая позволяет поменять класс объекта с текст на целое число. Команда int применяется вот ко всей этой области. 58 участников в этом конкурсе было. Число кандидатов. Ну, этот конкурс уже завершен, так что кандидатов здесь ноль, но в любом случае логика та же самая. Здесь я использую снова TextPan, как и здесь. Снова атрибут ID, как и здесь, но содержимое атрибута StartCandidates. И снова я использую метод int, чтобы текст заменить на число. Если бы здесь было число. Ну, а так здесь просто ноль. Хотя ноль, это тоже число. И, наконец, количество забаненных участников. Та же самая логика, только здесь StartBand, в отличие от StartCandidates, в отличие от StartFrelancers. Дата завершения приема заявок. Та же самая логика. Компактная область, в которой дата присутствует. Индексирую. Здесь тоже много всякой информации в этой компактной области, поэтому еще дополнительно я использую тег PM. Я нахожу сначала все теги P, и мне нужен первый тег P, и здесь два. Это, кстати, тоже не самый надежный подход – отбирать нужный тег по номеру. Но здесь вы видите тег P, и этот тег P имеют одинаковые атрибуты и одинаковое содержимое атрибутов. Здесь можно было бы в качестве альтернативы использовать Regular Expressions. Но с ними детальнее я познакомлю в следующем видео. Достал нужный тег. Достал из него текст. Дальше расщепляю этот текст по условию до пробел. До пробел. По нему расщепляю. Получается список. Из двух элементов надо достать второй элемент. По-человечески второй, а по Python элемент номер один. Достал при помощи индексирования и записал в новый столбец дата завершения приема заявок. Комментарии. Этот чанг я уже запускал, но на всякий случай перезапущу. Область индексирования. Дополнительный тег Span по той же логике, которую уже озвучил. Достаю текст. Превращаю его в число целое и записываю в столбец число комментариев. Теперь достаю содержимое комментариев. Область. Она не то чтобы очень компактна, но в ней именно комментарии находятся. Много было комментариев. 27, как я уже узнал. Индексирую. Достаю текст. И здесь много технических символов, но их я оставляю. Потому что в дальнейшем при желании произвести текст майнинг потребуется создать новую таблицу, в которой будет и текст каждого комментария, и метаданные. То есть дополнительные характеристики, кто автор комментариев, когда оставлен и так далее. И вот чтобы все это распарсить, мне как раз могут потребоваться технические символы, поэтому я их оставляю. Записываю весь этот огромный текст. Он действительно огромный. В ячейку нового столбца текста комментариев. Вот здесь первые символы этого огромного текста. И последняя характеристика. Юра адрес. Страница. Компактная область. Индексирую. В этой области применяю метод find. Нахожу тег a. Обычно ссылки как раз находятся в этом теге. Причем, посмотрите, ссылка находится внутри угловых скобок. Внутри тега, по сути. Является содержимым атрибута href. Поэтому вытащить эту ссылку требуется не методом getText, а методом get, указав соответствующий атрибут, что я здесь и делаю. Причем, обращаю ваше внимание и на то, что метод get в пакете bs4 – это не тот же самый метод get, что в пакете request. Они вообще разные. У них написание одинаковое. И в какой-то мере суть одинаковая. Что-то надо достать. Но код, обеспечивающий работу этих методов, совершенно разный. Ссылка, причем неполная. Относительная ссылка. Чтобы она была полной, к ней надо добавить доменное имя. Это я и делаю в чанке 6.5 посредством конкатенации. Я суммирую два текстовых объекта и получаю уже полную ссылку. И записываю. В новый столбец URL заказчика. Пожалуйста. В следующем скрипте я как раз обращусь. Точнее, не я. А попрошу скрипт обратиться по этому URL-адресу. Записываю полученную таблицу в тот же самый файл, который я и открывал в начале своего скрипта. То есть, по сути, обновляю этот файл. Готово. И посмотрите на один собранный чанк. Чанк, в котором собраны все необходимые строчки кода без вспомогательных чанк. Вот этот собранный чанк, итоговый чанк. Он довольно-таки компактен. Ну и можно проверить, что он работает. Но чтобы это сделать скорректно, я сначала очищаю содержимое выдачи скрипта. Чтобы на работу этого чанка не влияли результаты работы предыдущих чанков. Потому что этот чанк должен быть самодостаточным. Пожалуйста, он отработал и все характеристики присутствуют. Продолжение следует...